Приветствую вас! Мне кажется, что основная ваша проблема заключается в том, что вы путаете обращение и примеризма. Дело в том, что простить вашу маму можно. То есть, прощение это что такое? Простить. Простить это значит перестать требоваться от неё чего-то. Перестать ждать от неё чего-то. Перестать хотеть от неё чего-то. Перестать думать, что она могла вести себя как-то, ну может быть, по-другому, да, или что-то ещё. Вот. Это прощение. С этой точки зрения простить вы её можете. Принять, понять, да. То есть, вот, ну она такая. Она такая, тем более, что она как бы, ну вот, себя очень сильно не любит, да. И так далее. Вы это можете понять. Это можно понять. И можно перестать ждать от мамы. Да, просто перестать ждать от мамы, чтобы она поступала так, как хотели бы вы. Это невозможно. Невозможно. Она никогда не будет поступать так, как вы хотите. Вот. То есть, скорее всего, вот, допустим, ну, ну, выйдя из тюрьмы, да, она, скорее всего, там, опять начнёт что-то такое делать. Я нужна помощь. Я нужна психотерапевтическая помощь. Вот. Возможно, я нужна помощь наркологам. Возможно, я нужна помощь врачей. Вот. То есть, как бы здесь ситуация такая. Вот. Но, прощение не означает примирение. Вот. Что это значит? Что это значит? Что обращение не означает примирение. Это значит, что вы не собираетесь смириться с тем, что она себя так вела. Вы не собираетесь делать что-то для неё. Что очень важно. Вы не собираетесь подпускать её к себе. Вот. То есть, вы можете с ней общаться, вы можете с ней взаимодействовать, вы можете поддерживать с ней какую-то связь, если хотите. Вот. Но, ни в коем случае ничего для неё не делать. Это очень важно. А, ну вот, кроме, 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 кроме только того, что, возможно, вы уже делали. Вот. То есть, больше, ещё раз повторяю, больше делать ничего не нужно для неё. Потому что, скорее всего, ничего хорошего из этого не будет. Скорее всего, она этого не поймёт. И вы будете тогда страдать. Страдать. Ну, скорее всего. Скорее всего. Вот. Вы знаете, вы знаете, если честно, если честно, я сомневаюсь в том, что вы смогли простить своего отца. То есть, я сомневаюсь в том, что вы его простили. Именно отца своего. Я сомневаюсь в том. Почему? Потому что вы говорите, что отец для вас много чего делал, да, он исправился, всё такое. Но это как бы условность. Опять же, понимаете, да, это определённая условность. Просто условность этого. То есть, это именно условность. Что этот отец, вот, он, он вот, что-то сделал, да, вот, он как-то, значит, поменялся, да, поменялся по своей позиции. И теперь я его простил. Вот. На самом деле, это немножко не так работает. На самом деле, это работает немножко по-другому. Вот. Что вы прощаете человека просто. Так. Вот. Я понимаю, что это может быть вам тяжело, болезненно. Вот. Но я не верю, что вы простили собраться. Он вам доказал, он вам доказал свои изменения, что изменилось, да. И выпустили его в свою жизнь. Да. Это так. Выпустили его в свою жизнь. Но... Простили ли вы его? Мне кажется, нет. Так. Считаете ли вы, что он мог вести себя по-другому? Вот в той ситуации. Считаете ли вы, что он мог не ссорить от нас? Считаете ли вы, что тогда он был плохим отцом? По-другому. Мне кажется, да. Мне кажется, что он считает. А это, это означает, что не простили. Это означает, что не простили. Что вы его не простили. Что по-преднему ваша обила. Но от него есть. Вот и получается, вот получается, по сути, что вы живете в определенной лжи. То есть, обиды они не дают. Не дают вам... Возможности. Не дают вам возможности что-то исправить. То есть, не дают вам возможности принять... Маму свою. Такой, какая она есть. Какой бы плохой она ни была. Но, но при нет. Понимаете, поэтому с обидами нужно работать. С обидами можно и нужно работать. То есть, понимаете, для меня не очень понятно, не очень понятно суть истории. Вот, то есть, сейчас, насколько я понял, если я правильно понял. В вашей жизни все относительно неплохо. Вот, именно сейчас. То есть, у вас свадьба, ребенок скоро будет. Вот. И так далее. То есть, тут все вроде бы нормально. У вас. А вы, вы встречались с мамой своей, значит, на пару минут, там, передать что-то и так далее. Вот. Встречались с ней, а что случилось потом? То есть, вот, сейчас вы перестали это делать. Перестали это делать или как, или что? Вот, понимаете, да, не очень, не очень, не очень понятно, что конкретно произошло. Если вы получили, пишите фотографию, вот, по ватсапу. от кого эта фотография. Какое она имеет значение, эта фотография, если вы виделись, виделись с мамой, с мамой, периодически. Вот. То есть, я вот эти вот вещи, да, не очень, не очень понимаю. Не очень понятно, что именно вы хотите сказать в данном случае, ну вот, в данный момент. Вы пишите, значит, так. Я не знаю, что предпринять. Так, значит. Так, значит. И до этого момента иногда ходил к маме. Просто продукты занести, встретиться на пару минут. Как жениться, значит, больше всего думать о своей жизни, это правильно. Так, значит. С женой обсуждать маму не хочу. Так, а, может быть, и не нужно обсуждать прямо с женой маму. Вот. Но нужно всё-таки, возможно, как бы, чтобы она знала. Чтобы она знала, что происходит. Чтобы она отдавалась дальше в этом. Вот. Если она в курсе, что вот у вас есть мама там, и, ну, что у вас вот такие отношения с мамой нелёгкие и так далее. Вот. Вот. То есть пока вот это вот, пока непонятно это. В курсе она или нет. Если в курсе, как она, соответственно, реагирует на это. Вот. И так далее. Понимаете? Знаете, о чем мне это? Вот. Дальше. Значит. Вы пишите. Что? Сегодня я получил утром фотографии в WhatsApp. СМС в WhatsApp и фотографии мамы. И что? Я не знаю, что предпринять. А что предпринять, чтобы что? То есть что изменилось-то? Вы не написали об этом? Понимаете? Мне не очень понятно, в чем, собственно, проблема. Проблема вообще. Ну вот. В чем конкретно проблема ваша? СМС включается. Не очень понятно. Вы извините, но я не очень понял. Что-то нам это случилось-смучилось. Или что-то с вами случилось, что произошло. Что-то, что-то изменилось. Вот. Есть кто-то, бобры, есть кто-то нужный, ей помощь какая-то, она понадобится от вас или что? Вот. Если так, ну, ей можно помочь, помогите ей. Но делайте это, я еще раз повторю, аккуратно, аккуратно. Вот. Не пускай ее в свою личную жизнь, да, и, соответственно, возможно, не ожидая от нее, там, чего-то, да. То есть, ну, не думай, что она изменится, там, или что-то еще. Вот это то, что-то вы можете сделать. Как бы. Но я не очень понимаю, в чем проблема. То есть, ладно бы вы не видели ее, там, десять лет, допустим. Если бы вы, если бы вы не видели ее десять лет. Я бы понял, я бы понял. Вот. Что вы ее, там, десять лет не видели, допустим, вот. Сегодня пришла фотография, да, и вам справиться, естественно, что она стала не по себе. Ну, вот. Я могу это понять. Я могу это понять. Но, еще раз повторяю, то, что, вот, как бы, непонятно, в чем здесь проблема. Вот. Вот. А обиды, обиды на вашу маму, в любом случае, можно опустить. Можно и нужно опустить. Это... Делается в процессе... Ну, это делается... В результат... По результатам... Терапевтической работы. Вот. С вами. То есть, это реально. И отпустите обиды. Психолог, он вам в этом может помочь. Я не думаю, что корректно-корректно ставить вопрос, вот так, как вы его ставите, да. А... Что это? Ну... Как бы вы поступили на моем месте? Потому что, хотя бы, потому что непонятно, вообще, о чем идет речь. Вот. То есть, как бы поступили, чтобы что? То... Как вы поступили, вот, в какой ситуации? В чем поступили? Да. Вот. Тут... Непонятно. Здесь. Здесь, вот. Непонятно. К сожалению. Что именно? Вас беспокоит, что именно вызывает у вас смешанные чувства. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, но обратите внимание, что по опыту дети, родители, которые злоупотребляли алкоголем, они тоже имеют склон к алкоголю в большей степени. То есть, если вы часто алкоголь не пропускаете, да, к себе, это не... не выход. То есть, основная задача показатель здоровья, это именно культурное потребление алкоголя. То есть, вы можете выпить немножечко, да, там, ну, адекватно, да, выпить. И не уйти в отрыв. Вот. Поэтому, если вы имеете что-то против алкоголя, это тоже может быть проблемой для вас. Значит, я желаю вам всего самого доброго, удачи, и я думаю, что все ваши проблемы, обиды такие тяжелые, можно разрешить в индивидуальной работе. В результате индивидуальной работе. Вы сможете свою маму простить, а принимать или не принимать ее, это уже будет ваш выбор. А пока вы путаете эти два поначка.